И сегодня 23 августа, как я уже сказал, и киевское время 16 часов. Начинаем обзор по всем фронтам. Волынское и Полесское направления. В приграничных районах с Украиной противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. Пытается давить наши средства связи, ставить помехи и прослушивать наш эфир. Также сохраняется угроза ракетных ударов и авиационных ударов со стороны Республики Беларусь. Северское направление. Артиллерийские удары по нашей территории продолжаются. И за прошедшие сутки пострадала как Сумская, так и Черниговская область. Приграничные территориальные громады попадают под огонь российской артиллерии. Слобожанское направление. Противник ведет боевые действия по удержанию занятых рубежей. Пытается улучшить свое тактическое положение перемещением некоторых позиций. Но на данный момент ни одна попытка не уменьшалась успехом. Харьковское направление. Противник ведет артиллерийские авиационные удары по нашим позициям. Для ведения разведки наших позиций и корректировки огня активно применяют беспилотные летательные аппараты. Славянское направление. Сегодня отмечается некоторое затишье за прошедшие сутки. Кроме обмена артиллерийскими авиационными ударами, боевой активности противник не предпринимал. Идут позиционные бои, перестрелки. Донецкое направление. Тут основные усилия на ведении активных боевых действий на Бахмутском и Авдеевском направлении. Сосредотачивает противник, не оставляя попыток улучшить свое положение или хотя бы чуть-чуть продвинуться вглубь Донецкой области. Но на Донецком направлении разделяем. Краматорское направление. Здесь боевой активности противник не предпринимал. Идет обмен артиллерийскими ударами и позиционные бои. Бахмутское направление. Обстрелы артиллерии. Противник пытался провести разведку боем в районе Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Солидара и Кадемы. Успеха не имел. Поднес потери. Отошел на исходные позиции. Но здесь была самая большая активность. Авдеевское направление. Противник с применением танков, ствольной, реактивной артиллерии, ввел обстрелы наших позиций, наносил авиационные удары, ввел наступление возле Красногоровки и Первомайского. Наступление захлебнулось. Противник отошел на исходные позиции. Новопавловское направление. Здесь обстрелы из артиллерийских систем, обмен артиллерийскими ударами. Противник ввел наступательные бои в районах Новомихайловки. Золотая Нива. То же самое успеха не имел. Отошел на исходные рубежи. Запорожское направление. Большой активности боевой не наблюдалось на направлении. Были авиационные удары по нашим позициям. Огневое воздействие артиллерии. То есть не удары, а меньшее количество артиллерии привлекалось. Мы отвечали. Отмечаются отдельные позиционные бои. Но боевая активность за прошедшие сутки снизилась. Южнобукское направление. Противник удерживает занятые рубежи. Пытается пополнять потери в технике и личном составе. Но мы вчера показали, что с каждым днем это будет теперь становиться намного сложнее. То есть я имею ввиду удары по Антоновскому и Каховскому мостах через Днепр. Что сильно затруднит. Кстати, отмечу, что вчера на Антоновском мосту действительно была поймана российская колонна. И по данным на сегодняшний день около 60 убитыми и российские войска потеряли. И до 30 человек ранеными. Также сгорела техника и ремонтные машины. Видимо шла какая-то колонна с личным составом по мосту. Не с боеприпасами. Далее, на Южнобургском направлении противник ведет активную авиаразведку наших позиций. И пытается наносить авиационные и артиллерийские удары. В Черном море все без изменений. Группировка кораблей остается та же. В готовности к нанесению ракетных ударов по территории Украины. И также ведутся мероприятия, точнее попытки препятствовать судоходству в юго-западной части Черного моря. Ну, вчера я говорил, была обнаружена очередная, в районе Одессы обнаружена очередная дрейфующая мина. Она была уничтожена. За прошедшие сутки таких инцидентов не случилось. Далее, по обстрелам. Вот первая половина суток мы предполагали, что 23-24 февраля может стать такой... Ну, Россия может использовать эти даты для нанесения групповых и массированных ракетных ударов по территории Украины и по различным объектам. Немножко забегая вперед, скажу, что даже Соединенные Штаты отреагировали на такую вероятность тем, что посольство США в Украине попросило граждан Соединенных Штатов покинуть на эти дни, до 25 августа включительно, покинуть территорию Украины в связи с большой вероятностью угрозы ракетных ударов. Но, на пока из ракетных ударов пострадал только город Днепр. Сейчас выясняется, сколько ракет было сбито, сколько ракет взорвалось. Было несколько взрывов в городе. Слышали работу ПВО. Пока что есть информация, что одна ракета сбита. А ждем информацию о пострадавших и разрушениях. Также обстрелом за прошедшие сутки подвергся город Харьков, город Орехов. Он, кстати, попал уже в сводки. Задавали вы вопрос, почему его нет. Да, он теперь в сводках. Я так понимаю, что российские войска возобновили обстрелы этого города. Бахмут подвергся артиллерийскому удару со стороны российских войск. Днепр, я уже сказал. Запорожье и Никополь. Так что, но на данный момент надо отметить, что ни больших групповых, ни массированных ракетных ударов пока еще по территории Украины осуществлено не было. Но у нас приближается самая главная дата. Это 24-й день независимости Украины. Что вызывает самое большое, я так понимаю, раздражение у самого Путина. Так что, ну, не расслабляемся и продолжаем быть в готовности к реакциям на эти удары. Кстати, сегодняшнее выступление президента Зеленского было посвящено именно вот этим ракетным ударам. Он заявил, что если Россия будет наносить эти удары, то она получит соответствующий зеркальный ответ. Как это будет выглядеть, пока сказать не могу, но президент довольно в такой жесткой форме дал понять, что мы без ответа не останемся. Теперь про удары, о которых вполне возможно имел в виду президент Зеленский. А именно, есть Зеленовка в Херсонской области, Чернобаевка в Херсонской области, Каховка в Каховке склад боеприпасов в районе самой Каховки. Ну, мосты через Днепр мы уже с вами знаем, просто они пока еще не сходят. И там сейчас мы ждем подтверждения. Кстати, говорят, что на Антоновском мосту пролет начал провисать. И вполне возможно, что будет его обрушение. Но это говорит, не важно уже обрушится он или нет. Это говорит о том, что если пролет начал провисать, это говорит о том, что грузоподъемность моста может даже не выдержать группы людей. Не говоря уже о каких-либо автомобилях. То есть, ремонтировать его бесполезно, его надо менять. Также, сегодня прозвучал взрыв в центре Донецка. Попали прямо в администрацию. Но, к сожалению, информация поступает, что Пушилин жив. Это вот этот мультигерой, как я его называю, которого назначила Российская Федерация руководить оккупированным Донецком и прилегающим к нему территориям. Которые находятся под контролем российских войск. Кстати, можно сказать, что вот, пожалуйста, удар по центрам принятия решений. Как раз и просили, пожалуйста, получите, распишитесь. Также в Старобешево нанесен удар. Склад боеприпасов детонирует. Ну и сегодня были слышны взрывы в Белгороде. Что за взрывы и где они происходили в самом городе или на его окраинах. Пока информации более подробной нет, появится, я вам о ней расскажу. Это что касается военных событий на фронтах Украины за прошедшие сутки. Теперь немного о международных событиях, в первую очередь связанных с Украиной. И главное событие это то, что завтра состоится саммит Крымская платформа. На сегодняшний день участие в этом саммите заявило более 60 стран. То есть аудитория Крымской платформы растет. Что будет ключевым на Крымской платформе? Ну смотрите, Крымская платформа вообще создавалась по гуманитарным и социальным вопросам. И скорее всего, я думаю, что главной темой будет презентация координационного центра, созданного при президенте Украины. Недавно указом нашего президента. И этот координационный центр будет заниматься вопросами деоккупации и демилитаризации Крымского полуострова. Ну я думаю, что наверное правильное будет решение, что вполне возможно сделать полуостров действительно демилитаризированным на будущее. Но посмотрим, как будут развиваться события и как будет выглядеть Российская Федерация после нашей победы. От этого будет, видимо, и зависеть этот вопрос. Так вот, будет. И уже в Киев, вот на данный момент, пока мы пишем видео, в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда для участия в этой крымской платформе. Ожидается прибытие еще нескольких политических лидеров из числа европейских стран. Дальше. Соединенные Штаты Америки усилят санкции с целью ликвидации возможности Российской Федерации получать доходы. То есть, Соединенные Штаты будут разрабатывать ряк санкций и проводить работу, разъяснительную работу среди стран, которые покупают российские энергоносители, российские товары и другие предметы. Для того, чтобы максимально уменьшить прибыльность Российской Федерации на международном рынке. Лишить ее возможности получать доходы в твердой валюте от других стран. Также хочу сказать, что теперь издание политика, такое американское издание, написало, высказало точнее на своих страницах такое мнение, что Соединенные Штаты могут не публично передавать вооружение Украине. Ну, это мнение издания, насколько это соответствует действительности, трудно сказать. Хотя, я скажу так, что в принципе, Рамштайн, вот это заседание в конференции в формате Рамштайна, оно вполне было бы целесообразным особо не афишировать. И можно сообщать о поставках вооружения и применении этого оружия на полях сражений уже постфактум, когда оно пришло и довольно хорошо участвует в войне. Так что, вполне возможно, что именно это и имелось в виду изданием политика. Также, помните, вчера, напомню, вчера я сообщал, что Китай начал учения в море для очередного демонстрации силы, устрашения Тайваня с боевыми стрельбами и так далее. Так вот, Соединенные Штаты Америки начали совместное учение с Южной Кореей. И учения продлятся до 1 сентября, и они будут проходить и на полигонах, и на воздухе, и на море. И тоже с боевыми стрельбами. Так что, Китай, в принципе, получает ту же ответку, вот с чем пришел, с тем на то и нарвался. Поэтому, как бы Китай там ни старался проводить учения, Соединенные Штаты и их партнеры по этим вопросам всегда готовы им ответить. Ну и еще пару новостей, таких как... Вчера был шквал информации о том, что разработаны и приняты новые сигналы оповещения воздушной тревоги. Причем, версии были самые различные, я даже читал, что разновидность колокольного звона в церквях тоже будет обозначать различные виды воздушной тревоги. Но мы как-то с вами говорили, мне не очень поверилось в это дело, я поэтому не стал вчера озвучивать эту новость. Почему? Потому что предугадать, какое оружие внесут на себе самолеты или с какой начинкой летят ракеты, практически невозможно. Есть только возможность предупредить при своевременном обнаружении, предупредить о приближении самолетов противника, которые могут наносить ракетно-бомбовые удары, либо самих ракет. Так вот, вот эта информация о создании новых сигналов воздушной тревоги оказалась фейковой. Так что следите за официальными источниками, проверяйте информацию и не спешите ее оглашать. Ну и еще одна такая новость, очень интересная, о которой не могу не поделиться на сегодняшний день, это то, что в Крыму неизвестные взломали российское телевидение. И по многим российским каналам транслировали, на территории Крыма транслировали обращение президента Зеленского к крымчанам. Так что, ну я думаю, для крымчан было большой радостью и очень приятно услышать голос законного президента Украины, который обращался к крымчанам. Он это обращение записал уже давно, но я так понимаю, что до крымчан теперь его довели лично, чтобы и в том числе напомнили, что Крым это Украина и скоро он будет в составе, вернется в состав Украины. Вот вроде как все военно-политические новости на данный час, ну а мы с вами приступаем к обычной нашей рубрике, это ответ на ваши вопросы, которые сегодня попадут в это видео. Итак, хочу начать. Ну опять мы возвращаемся к белорусской ситуации. Российская Федерация может устроить крупное наступление на Житомир и Ровно, подготовка к нему уже ведется. В резерве находится третий армейский корпус, который формируется в Мулино, чтобы перерезать логистические магистрали поставок западной помощи. Что вы об этом думаете? Ну я уже вчера, посмотрите вчерашнее видео, я не буду более детализировать, единственное скажу то, что да, корпус формируется, но он формируется уже с июня месяца, уже больше двух месяцев он формируется. Когда на сегодняшний день уже есть информация, что он вроде бы как сформирован. Но 15 тысяч человек с техникой и вооружением передислоцировать это время, это примерно, ну вот я вчера приводил, там один батальон, один эшелон, батальон 500 человек, если так грубо считать, то 15 тысяч это получается 30 эшелонов надо отправить. 30 эшелонов по 54 вагона, это воинский эшелон, 54 условных вагона. Вот, так что такая масштабная переброска войск, во-первых, не останется незамеченной. Если бы его уже начали перебрасывать, поверьте, наша бы разведка уже об этом бы рассказала, или разведка наших стран-партнеров. Так что пока этот корпус находится на европейской части Российской Федерации, мы просто наблюдаем, куда его будут перебрасывать. Ну а судя по, дело в том, что одним корпусом в 15 тысяч вы никогда не решите оперативно такую глубинную задачу, как перерезание западных путей, или связывающих там в Житомирской, или в Ровенской области. Это недостаточно. Сегодня не 24 февраля, сегодня у нас вооруженные силы развернуты, сегодня у нас граница укрепляется, и даже будет просто зайти в Украину с какого-либо другого направления, кроме тех, которые на сегодняшний день, там где граница захвачена российскими войсками, и часть территории нашей оккупированы. Для российской армии это будет просто нерешаемая задача. Понимать, такими силами, силами одного корпуса. Вот один корпус может повлиять на ситуацию, допустим, на Донецком направлении. Вот если они его туда перебросят, то да, нам придется перебрасывать туда резервы, для того, чтобы усилить нашу оборону. Потому что танковый корпус может повлиять на каком-то, на Бахмутском, допустим, или Авдеевском направлении, попытаться прорвать нашу оборону. Да, но осуществить вклинение, глубокое вклинение в Украину на белорусском направлении, на сегодняшний день для одного корпуса, это нерешаемая задача. Поэтому, с точки зрения военной. Белорусскую армию я не беру пока в расчет, пока мы ее оставляем в нейтралитете. Я объяснял уже почему. И вряд ли Путину удастся додавить Лукашенко, если он до сих пор его не додавил. То дальше влияние Путина ослабевает все-таки в Российской Федерации и ослабевает на международной арене. И страны, даже страны-партнеры России по различным блокам, тот же УДКБ, допустим, который еще раз, каждый раз подтверждает, что это мертворожденная организация, поверьте, Лукашенко не такой глупый, не настолько глуп, чтобы с каждым днем укрепляться в своей вере в могущество Путина. Наоборот, он с каждым днем все больше укрепляется в вере того, что надо искать запасной вариант, что надо оглядываться назад и смотреть, какие мосты еще не сожжены за спиной и через какой мост еще можно проскочить, чтобы сойти с этого поезда, который мчится навстречу, я бы сказал, в своей катастрофе это как минимум. Субтитры создавал DimaTorzok